Ее аккаунт в Твиттере заблокировал президент Азербайджана Ильхам Алиев. Она написала книгу, в основе которой лег дневник маленькой девочки, которую лишили детство люди ее родного города, большого и некогда интернационального Баку. Анна Аства Цатурян представила ВРАУ свою исповедь, которая совсем недавно была переведена и на русский язык. В никуда история изгнания. В ВРАУ состоялась не только презентация книги, но и беседа с ее автором, юристом, членом городского совета города Уэстбрук, человеком, который на самых различных трибунах, в том числе Конгрессе США и Европарламенте, озвучивал проблему этнических чисток армян, глубоких антиармянских настроений в Азербайджане. Анна Аства Цатурян добилась принятия резолюции штата МЭН, признающей независимость Нагорно-Карабахской республики. Почему она делает это? В первую очередь для пресечения активных действий азербайджанских лоббистов, которые используют в том числе турецкие ресурсы для многоуровневой антиармянской пропаганды. У них есть нефть, говорит Анна Аства Цатурян, но у нас есть диаспора. Я думаю, нужно меньше думать про себя. Надо думать про другого, родного. Когда ты начинаешь думать со стороны этого человека, бывает легче. Я пытаюсь все время объединить диаспору с Арменией. Я понимаю, что очень трудно для диаспоры... Они любят Армению, Армения для них родина, но они не знают, как ей помочь. И для них это очень больно. Мы разбросаны по всему миру. У них совсем другие понятия. А в Армении то же самое. Очень трудно понимать людей, которые в Армении никогда не жили. Приезжают на 2-3 недели. Анна Аства Цатурян показывает хронологию событий армянских погромов в Баку на примере собственной семьи. И именно такие истории действуют намного сильнее, чем речи политиков и дипломатов. Я задавала много вопросов, говорит Анна Аства Цатурян. Вопросов о том, почему я, маленькая девочка, прятала свое лицо. Почему было запрещено на публике говорить на армянском языке. Почему в 88-м году они должны были прятаться в подвале, видеть и терпеть насилие. И уже потом, после эмиграции в США, после рождения дочки, Анна Аства Цатурян поняла и решила, что нужно действовать. Тогда и была опубликована ее книга на английском языке. Началась ее общественная деятельность. Все, что я делаю, говорит Анна Аства Цатурян, направлено против режима, но не против народа. Еще в 50-е годы, задолго до кровавых событий, в Азербайджане были люди, особенно в провинциях, которые могли пырнуть армянского ребенка ножом, проходя, к слову, в поезде. Но находились и те, которые во время резни армянские семьи спасал. Боль, которую пережила не только семья Анны, но и тысячи других бежавших из Азербайджана людей, никогда не уйдет. Кто-то превращает ее в действие. И сегодня вдохновение и силы Анна Аства Цатурян берет из Арцаха. Место, которое хочет быть. Хочет быть свободным и независимым.